И она остаётся жить в нашем доме, но просто-напросто съёмки у нас уже состоялись, если кто-то понял, и мы живём все уже дома. А у меня часто спрашивают, где OpenKids? Покажи нам OpenKids, где OpenKids? Говорю, мы уже живём в разных домах. На секундочку. Вот, Лертика по Нарстудии, я дома. Да, как у тебя дела вообще? Как реагируешь на комментарии, читаешь ли их после эпизодов, важно ли тебе мнение других и так далее? Ну, честно, я всегда читаю комментарии, особенно после второй серии. Не знаю, знаешь, у меня всегда был какой-то минимальный хейт, но без этого никак. Но как-то после второй серии меня вообще прям разнесло, я выставила такую плачевную сториз, и как-то после этого как-то более начала заполнять YouTube, чтобы как-то показать себя, возможно, с другой стороны. Вот, поэтому многие теперь хейтеры мои, теперь мои подписчики. Слава Богу. Смотри, ну, у меня к тебе вопрос. Как думаешь, вот почему столько хейта навалилось? Никто не ожидал. Ну, и мы в том числе. Вот почему так произошло? Не знаю, я даже, когда была на голосе, то я себя, ну, я не знаю, почему, ну, я себя всегда позиционирую, типа, уверенным в себе человеком. Даже если я не уверена, я все равно постараюсь играть уверенного человека, вот, потому что, ну, потому что я считаю, что это правильно. И, наверное, из-за этого, из-за этого так и произошло. Там еще и Саша сказала, типа, про меня плохое, может, там, как-то отреагировали еще и на это. Да, ну, в общем. Смотри, хорошо, но девчонки Ангелина, Лиза и Лиза, они также уверены в себе, по сути. Но тогда вопрос, почему хейт только на тебя вылился? Ну, вот для меня это непонятно. Ты думала об этом? Да, ну, знаешь, там, типа, пишут необоснованные комментарии, чаще всего пишут, ну, там плохие слова, на самом деле, пишут, пишут, что ЧСВ или стерва. Чисто, знаешь, если бы там самоуверенное, то есть эти комментарии я принимаю. Но когда мне говорят о том, что я ЧСВ или стерва, вот это чисто личностные какие-то комментарии, я даже не знаю, как на них реагировать, я уже даже перестала. Не знаю, возможно, выгляжу я как-то блондинка, что ли, не знаю. Блондинка и стерва. Ой, тут люди пишут, вы сёстры? Нет, ребят, мы не сёстры. В смысле, нет, мера, вы сёстры? Да. Вот до сих пор, вот смотри, мы сейчас ведём трансляцию, а хейт-то сыпется, люди не стесняются писать. Кто-то, Вероника, ты ужасная, что-то такое. Да, да, да. Я в шоке. Ну, типа, я такого никогда в своей жизни не наблюдала, и для меня это непонятно. И тем более ты говоришь, что это не первый проект, то есть в твоей жизни, или когда ты попадаешь в новые компании, что люди вважаются на тебя и хейтят очень сильно. Ты не думаешь, что это какие-то, я не знаю. Я искала тебя, знаешь. Ну, из-за каких-то ситуаций это происходит или как? Я думала, там проблемы во мне и всего остального, но, в принципе, я поняла, что моя фан-база, которая у меня есть, она, в принципе, равна хейту в мою сторону. То есть это, в принципе, где-то вот вся та фан-база и вся та хейт-база, она где-то соприкасается. Не знаю, может, во мне какая-то либо сила, либо я откровенно говорю там о себе. Потому что, ну, ты же знаешь, я очень промиленейный человек. То есть если я смеюсь, то я смеюсь на всю. И там, если я уверена в себе, то я, типа, не стеснялся об этом сказать. И, может, из-за этого, может, из-за того, что я громко говорю, ну, не громко в плане громкости, а громко в плане выражений, да, что я вот там уверена в себе. Колко, резко, так, как думаешь. То есть то, что наш менталитет не привыкнет. Мне кажется, из-за этого. Но я, честно говоря, так же, как и ты, не видела серий до их премьеры. Ну, то есть, ну, ты понимаешь, что это, этим все снимала команда, монтаж и так далее. Но когда я увидела серии и была уверена, что вы с девочками хорошо общались, а тут я вижу от Ангелины хейт в твою сторону, и она постоянно, только она выражалась в твою сторону, типа, с хейтом. И я такая, типа, что? Я сижу дома, я в шоке от этого. Ты ожидала? Я даже, когда снимала обзор, я, по-моему, об этом говорила, или это будущий обзор, я, короче, сейчас спойлерю. Но, знаешь, я думала, что на проекте я всегда говорила, что мы с ней лучше всего общаемся, что мы с ней подружки. Даже когда мы виделись после проекта, не знаю, она не так улыбалась, и мне казалось, что она такая добрая, такая ко мне хорошая, что она со мной дружит, а как оказалось, короче, что никто со мной не дружит. И, не знаю, это как-то было так обидно почему-то, потому что я вот с Костякиной и с Ангелиной общалась вот больше всего. А потом я узнаю, что, оказывается, я-то дружила, а со мной-то не дружили, понимаешь? Ну вот у меня только вопрос, потому что я как бы наблюдала за вами на реалити, и никаких скандалов не было. Ну вот восьмёрки были там состыковки какие-то, знаете, недопонимания, но в четвёрке, по сути, Лиза, Лиза, Ангелина и ты, у вас не было ссор, все жили мирно, все хорошо общались, и я была удивлена, что как бы на интервьюшках так высказывались. Ну, и знаешь, типа, там если заметить, я, да, не знаю, я ни про кого никогда не говорила плохого, у нас даже когда с Сашей был конфликт, ну то есть знаешь, у нас было очень много закулисья с девочками, то есть не знаю, я почему-то не привыкла рассказывать там про какие-то ссоры, я могу там обсудить себя, какая я там или хорошая или плохая, но я других привыкла не обсуждать, и когда я слышу, что человек просто лицемерит, ну, для меня это типа, не знаю, для меня это было, не то что обидно, а странно, и почему-то дети хейтят вот Веронику Коваленко, да, а когда такие громкие высказывания говорит Ангелина, то её не хейтят. Я тоже задавалась этим вопросом, почему, но пока я почему-то не могу найти ответ. И дай бог, чтобы Ангелине не хейтили, это не надо откуда-то, это не жалко. Я этого не жалко. А как вообще твои однокурсники сейчас, одногруппники относятся к твоему участию в реалити? Не знаю, ну, во-первых, мы с Юлей очень сильно на одном курсе, поэтому как минимум один однокурсник ко мне относится хорошо. Да нет, не знаю, у меня с однокурсниками хорошее отношение, но бывает, знаешь, такое, что подходит там где-то в коридоре, что участница реалити, хочу панкиться на шот там, расскажи. Знаешь, таким каким-то подтекстом или подколом, ну, не знаю, как-то, я на это почему-то не обращаю внимания, привыкла уже к этому, просто отшучиваюсь и всё. Угу, я поняла. Ну, а в принципе, на интервью ты высказывала искренне своё мнение по поводу там других участников, кого ты вообще считаешь самым главным конкурентом на реалити сейчас? Ну, то есть вышла четвёртая серия, вот кого ты на данный момент считаешь главным? Ангелину и Лизу Костякину. Ага. Наверное, сначала Лизу Костякину, а потом Ангелину. Ребят, а ну-ка, напишите в комментарии, как вы думаете и кого вы хотите видеть в Open Kids. Вот кто-то пишет, Вероника, супер. Вот что я тебе хотела сказать. На самом деле, как мы с девчонками говорим, и я где-то когда-то осознала, то что хейтеры — это тоже фанаты, потому что они точно так же следят, пишут. И подписаны. Да, они подписаны на тебя, они сидят за твоей жизнью. Как только ты что-то выставляешь, они сразу комментируют, пишут и высказывают своё мнение. Не важно, оно объективное, субъективное, оно их. Да, ну знаешь, я вот когда, вот я задумалась, типа, не знаю, я постоянно привыкла быть открытой. Думаю, может, это теперь мой минус? Я начала уже думать о том, что это мой минус. Это так странно. Я понимаю, что это неправильно. Думаю, блин, может, мне надо быть какой-то более закрытой, что ли. Не знаю, я начала себя комфортно. Да, я понимаю. Мне кажется, из-за того, что, во-первых, у тебя есть опыт, ну, как бы там были большие сцены, прямые эфиры, съёмки для тебя не впервой, ты знаешь, как работать. Ты включённая в процесс. И понятное дело, что если бы, когда я попадаю в какой-то другой коллектив, я не показываю вот это, что я могу и это, и то, и то, и то. Если человек меня не спросит, я не буду это показывать. Но понятное дело, если нужно будет включиться в работу, то я покажу, на что я способна, и какой у меня есть огромный колоссальный опыт, который я могу использовать. У тебя нет, наверное, такого барьера, что ты сразу приходишь, и ты готова заявить о себе. Это и плюс, но для людей это такая, не знаю, диссонанс какой-то, и просто... Да, именно так. Люди у нас привыкли жалеть тех, кто бедненький. Ну, мне так кажется, скорее всего. Это правда, да. Не знаю, я почему-то никогда не была бедненькой. Вот где я участвовала, на каких конкурсах, проектах, я никогда не была бедненькой. Я всегда была сила спрямована, Зароника Ковалэнд. Это просто я, это так что? Сила спрямована, вот и всё. Неуверенная, темно спрямована. Это, понимаешь, мой ярлык. Ну, я так поняла, тебя очень сильно накрыло, да, после серии, там, когда было около, я не знаю, двух тысяч или сколько больше комментариев по поводу того, что ты никому не нравишься. И я в шоке от комментариев, которые люди писали. Если Вероника пройдёт в группу, то мы не будем слушать Open TV. Перестанем слушать, да. До такого доходило. Ну, как, я поняла то, что у тебя прям истерика началась, да, из-за этого всего? Да. Но были такие комментарии. Я даже не смотрела серию, но уверена, что Вероника там стерла. Вопрос вот к этому человеку, который пишет. Я смотрела серию, но уверена, что Вероника плохая. Знаешь, дети иногда даже вот переходят на какие-то личностные обиды. Конечно, меня накрыло. Я до последнего не хотела выставлять сториз, но потом, когда увидела комментарии, я ещё не смотрела серию, но уверена, что Вероника плохая. Меня накрыла, я решила... Я никого не обзывала, я не говорила, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Но вот как-то вот меня вот так вот. Я решила об этом заявить. Разве я уже заявляю, что я уверенная, значит, заявлю, что я ещё и нытик. Поэтому... Но у меня двоякое впечатление, потому что, с одной стороны, я понимаю, ты пришла на шоу, и ты готова бороться. Это твоё место. Это не группу набирает сейчас из пяти девочек, а выбирают только одну. И только одна пройдёт из этой четвёрки в финал. А с другой стороны, понятное дело, то, что в какой-то степени, наверное, это было чрезмерно, или просто это непривычно. Вот у меня... Я не знаю, как это объяснить, честно. Поэтому оно так и повалилось, скорее всего. Вот мне часто говорят, что я думала, видя, что это там какая-то плохая, перешла на твой канал, либо на твою страницу, поняла, что ты милая и подписалась на тебя. Я думаю, ну, классно, думаю. Ну, а вот ты как считаешь? Люди пишут, что ты стерва, ещё что-то в этом роде. Ты ощущаешь это чувство в себе? То есть, что у тебя есть такая внутренняя стервозность, доказать, выйти, тебе пофиг на всех, ты готова рвать и метать, и, как Парчевская говорила, убивать. Прямо вообще ради реальность. Ну, да. Ну, не знаю, мне кажется, что я, да, очень-очень-очень хочу, и я готова очень много работать. Естественно, я готова там конкуренции, всё остальное. Но я, в первую очередь, человек, у меня присутствует человечность. И говорили, что я там задавила Сашу, и всё в этом роде. Ну, не знаю, для меня это странно, потому что у нас с Сашей тоже были там разные моменты с другими участницами. Но я просто почему-то не привыкла говорить об этом. И все думают, что я всех обижаю, но меня никто не обижает. Но я просто об этом не привыкла говорить, типа не привыкла там сплетничать об этом. Может, из-за этого, может, никто не видел меня слабенькую. Все только видели вот так, ху-ху, такой пропеллер, понимаешь? А никто не видел там, как мне было тоже сложно, или как меня там где-то обижали. Ну, то есть, в таком плане. Да, я понимаю. Меня очень много тоже моих друзей завалило, когда я сказала с тобой на репетиции, что все пацаны бабники. Да-да-да-да-да. В том, что что ты так думаешь, что ты на таких попадаешь. Я говорю, ну, окей, значит, я на таких попадаю, но если попадаю, значит, они существуют в нашем мире, как бы. И на самом деле ты просто пошутила, но уже из этого раздули целую историю. Это так часто бывает. Ну, да, скорее всего. Тут Соня Ковалева, директор опенарта, пишет, что ты в студию не ходишь. Ты все-таки выиграла так же, как и все девчонки в восьмерке на год обучения. Не знаю. Я надеюсь, что я скоро приду. Давай, приходи, потому что это как бы не хукры-мукры, я думаю, вот эти тысячи человек, которые... Не хукры-мукры, я бы хотела сказать. Не хукры-мукры тебе подарочек, да. Тысячи человек, которые нас смотрят, я уверена, что большинство из них тоже хотят просто попасть, заниматься в опенарт бесплатно. Поэтому не винись, приходи на танцы. Да, я хочу начать танцевать уже. Уже пора. Какая тебе серия больше всего понравилась? Мне, на самом деле, четвертая очень-очень понравилась. Зашла вообще кайф. Да, мне понравилось. Там, где мы с тобой ставили, да боже, там такую сделали превью. А я тебе отвечаю, там столько мемов потом сделали, мои фан-клубы. Это просто жесть. Это капец было. Ну, не знаю, мне кажется, мы в четвертой серии больше согласились. Да, да, но я до сих пор не согласна с этим конкурсом. Точно так же, как я на интервью говорила, что, как бы, Лиза выиграла, по мнению Сергея Бабкина, именно в этом конкурсе актерского. Ну, я не согласна. Ну, как бы. Не знаю. Не знаю, что ты думаешь. Я считаю, что сильная была ты, и всё. Нет, ну, Лера, спасибо. Мы просто сделали такую интервью. Мы просто сделали так, что мы были, наверное, более ярче по эмоциям. А девочки, типа, просто сыграли. Зинфира там слишком симпровизировала. А девочки, типа, просто сыграли по роли. Может, мы были просто ярче. А Лиза, она, так как была, типа, про... Она в сценарии, это... Наверное, поэтому, типа, Сергей таки оценил. Угу. Ребята, напишите нам вопросы. Мне, Веронике, здесь. Мы сейчас будем отвечать тоже на них параллельно. Если вас что-то интересует, то, конечно, мы ответим. Здороваются с нами. Все пишут привет. Увидишь какие-то фан-клубы OpenKid? Да, все пишут привет. Моя однокурсница, кстати, болеет за тебя. Ха-ха-ха. О, спасибо уже. Когда пятая серия? Пятая серия в субботу. Когда пятая серия? Ой, Лерчик, ты лагаешь. Блин. Это плохо. Так. Подождите. Я хочу почитать какие-то вопросы. Никто не задает вопросы. Странно, что я лагаю. До сих пор лагаю вопрос. Почему вы не дали шанса мальчикам попасть в группу? Потому что это girls band, в принципе. Лера, я к новчане. Да, нормально. Тяжело ли было импровизировать? А где мы импровизировали? А, в конце? Ну, это была такая поставленная импровизация, по сути. Ой, вы бы знали, сколько я переживала. Я Лере звонила каждые 10 минут и спрашивала Леру каждые 10 минут, точно ли мы будем это делать. Я переживала максимально вот этого. Да, было дело. Но самое смешное, что люди не сильно обратили на это внимание, что там такие ЛГБТ-штучки в конце проскочили. Мне кажется, там вообще никто не понял. Я думаю, блин, там же контент детский. Думаю, сейчас капец. Думаю, еще больше хейта будет. Думаю, ужас. Но нет, с вами был, все нормально. Пишет Лера, почему только ты отвечаешь на вопросы и так далее, где остальные девочки? И остальные девочки сейчас поехали по своим делам. в течение недели они тоже будут делать трансляции, поэтому смотрите. Вероника, сколько тебе лет, спрашиваю. Мне 15 лет. Но чаще мне всего дают больше возраст. Но из-за того, что у меня маленький рост, то... Пишет, ЛГБТ-штучки были шикарные. Как остальные девочки... А, давай, ты говори. Давай, как остальные девочки из OpenKids относятся к Веронике? Но, в принципе, во время реалити можно было понять, что у всех разные отношения. Сейчас я не знаю, какое. Ну, ты должна знать, какое у Юли отношение, в принципе. Ты же видишь ее. Нет, мы с Юлей нормально. Как однокурсник. Хорошие, теплые, знакомые. Люда, приветики. Люда пишет, что у нас. А как родители отреагировали на простой стоках хейта? Кто-то вникает. Мы с мамой очень много разговаривали об этом. Мы с ним привыкли все долго расуселивать, разговаривать. Она, в принципе, начала объяснять то, что там критика несубъективная. И что, в принципе, нужно меняться, Вероника, конечно. Но не стоит так сильно плакать, потому что... Ну, камон, это, во-первых, я в шоке, конечно, но у меня просто был такой взрыв на страничке, когда все с Ютьюба перешли на мой Инстаграм. У меня тупо за день было куча-куча фолловеров и всего остального. И как-то так это все, не знаю, разделились на два фан-клуба. Мы Веронику либо обсыраем, либо защищаем. Вот в комментариях, конечно, я тоже очень много сдач по этому поводу. Там была такая Вероника Коваленко, либо ЧСВ, либо хорошая. Ну, короче. Так что такое. Поняла. А мама не начала говорить о том, что она жалеет, что ты пошла как бы на эту реальцию вообще, в принципе? Нет, конечно. Ну, камон. Я не знаю, как можно о чем-то жалеть. Мне кажется, что хейтеры хейтерами, но творчество творчеством, работа работой. Ну, это все связано. Но жалеть из-за такого пустяка, мне кажется, нет. Ну, да, правильно, я согласна с тобой. Мне кажется, у нас мы сильно лагаем, поэтому начинают исключаться люди. Есть такое, да? Наверное, ребята, напишите, пожалуйста, мы лагаем или нет? Как вам самим реалити? Спрашивают, любим ли мы авокадо. Я нет. Ты не любишь авокадо? Привет, я люблю авокадо. Вообще не очень. Так. Взяли по-другому? Уже есть группа. Но у нас кастин был с 14, поэтому нет. Пишут уже не лагает, насколько я поняла. Уже нет. А нет, пишут лагает, не лагает, не лагает. У кого как, короче. У кого как? А манго? Манго любит, да. Что наступите с пустынцем? Что больше всего запомнилось из интересных моментов. Ну, следующая серия тоже там интересно как бы будет, когда с Раном мы были. Вероника, у тебя есть парень? Ну, знаешь, я привыкла говорить, ой, я не привыкла это обсуждать. Я такое не обсуждаю, но нет, у меня нет парня сейчас. Я сейчас працюю пока. Пока я нашла себе человека. А что, ты пишешь страйки, продолжай. Да, я сейчас сижу возле фоно. И я очень хочу, чтобы у меня родители застеклили мне, короче, этот фоно, который у нас есть. И я писала песни. Я безумно хочу либо, не знаю, продавать, либо начать опять снова выпускать еще больше. Не знаю, у меня так много всего. Пишу пока. Ну, красава, молодец. Нам, кстати, Юра дал пару трючков, которые твои демочки. Да. Тебе понравились какие-то из них? Ну, напиши мне, короче, в личку. Которая связана с дождем. Поздравляю вас. Да, я так и знала. Вот я так и знала. Спасибо уже. Да не за что. Так, так. Вы с Юлей учитесь вместе? Да, они поступали вместе. И поступили, получается. И продолжали. И волновались вместе. И вообще там, не знаю. Мы очень волновались выступлением. Спрашивают, когда у тебя ДР, Вероника. Привет. Два часа. Опа. Видишь? А она ходит в OpenArt. А ну-ка. Это Вероника. У нас трансляция. А. Привет. Как дела? А что это у тебя сумка такая же, как у меня? А если да. А если да. Ты едешь с нами? А ты можешь, пожалуйста, набрать и спросить? Да. Ага. Спасибо. Кто следующий будет вести трансляцию? Ну, кто из девчонок захочет, тот и проведет, в принципе. Обожаю Лера тебя и OpenKit. Спасибо большое. Вы такие миленькие воскитеры. Лер, ты больше пацанка или лезя? Но видите, я сейчас в длинной толстовке и на каблуках, поэтому сложно сказать. А ты была в фантуре сериала «Школа»? Лера, фото с парнем. Тут пишут. Ага, конечно. Ты была в фантуре? И это самое главное. А я была приглашена в музычную. Я проездила кучу-кучу этих, наверное, городов 28, когда проезжали. Много. Это было такое первые дня. Вот. Это когда я еще на фантуре была. Поняла. Вероник, нас, короче, тут все пишут, что мы, господи, лагаем очень сильно. Подвисуем, да. Да, поэтому давай прощаться со всеми. Я на самом деле очень рада была с тобой поговорить. Ребята пишут. И я. Все, понятно. Вероника, значит, дальше не прошла. Ребят, Вероника дальше прошла. Вы смотрите серии. Камон. На секундочку. Сохраните эфир. Хорошо. Мы сохраним эфир. Я рада была тебя видеть. Желаю тебе вдохновения сейчас. Пиши классные треки. Спасибо. Все, я убежала. Спасибо. Хорошего тебе вечера. Спасибо. И, ребятушки, вам всем-всем-всем тоже пока-пока. Пока.